Как приобщиться музею к самому грандиозному событию этого года в нашей стране – зимним Олимпийским играм? В Зайльцовском районе подумали и решили эту задачу. Мы задумались в свое время, каким образом музейными средствами изменивать Олимпиаду 2014 года на наше домашнее, тем более первое зимнее. И хотелось сделать так, чтобы это было интересно для людей, соответственно, не совсем обычно для музея. И пошли мы по не самому простому пути. Мы решили рассказать о наших славных победах, наших олимпийцев на протяжении всего периода участия России в Олимпийских играх. Экспозиция получилась насыщенная интересными и редкими экспонатами, впрочем, как и открытие выставки олимпийскими чемпионами. Я считаю, что в какой-то степени это и стимул для того, чтобы в дальнейшем также завоевывать золотые, серебряные и бронзовые медали на международной арене нашей молодежи. Потому что, ну, чтобы они посмотрели, чтобы они понимали, что это все возможно, что это все в их руках. Если они будут стараться, если они будут тренироваться, если они будут уделять спорту большое внимание и много времени, то все можно достичь. Для Анны Багали, чьи награды, тоже здесь каждая медаль, целый пласт воспоминаний о том, как приходилось бороться не только с соперницами, но чаще и с самой собой. Цифрой 3 представлена эта медаль чемпионата страны, которая была выиграна мной, наверное, последней наградой, такой золотого достоинства. Это было в Увате, как уже здесь написано, Уват. Индивидуальная гонка, 15 километров, то есть, можно сказать, финальная моя гонка, финальный аккорд в моей карьере спортивной. Также представлен, наверное, это уже такой символичный первый номер, который бежала в эстафету, выиграла в Турине. И, конечно, дорогого стоят советы неоднократной олимпийской чемпионки, как добиваться успеха в спортивной жизни. Прежде всего, конечно, верить в себя, верить в своего тренера, наставника, потому что вы должны идти вместе. Вместе идти. Он доверяет вам, вы доверяете ему, и только в совместной работе будет результат. Конечно, нужно большое трудолюбие и правильная, ну, правильная, скажем, жизненная позиция, да, то есть, спорт должен быть чистым. В том, что всего можно достичь при определенном желании и стремлении, теперь точно уверены и эти кадеты, которых привели на встречу со знаменитыми спортсменами. Я увидел олимпийских чемпионов. Мне это очень понравилось. Ну, и разные виды медалей, то, что тут представлено, грамоты, экипировка. Очень хочется, как бы, тоже когда-нибудь стать олимпийским чемпионом. Они же, вон, простые ребята вроде как, да? Ну да, тоже. С чего-то начинали. Закрытие экспозиции решили совместить с закрытием зимней Олимпиады в Сочи. А точнее, с приездом, будем надеяться, новых новосибирских чемпионов, которые и разорвут финишную ленту выставки «Город наших побед». Спасибо.